Всем другое время, все-таки жем бы подписчиков и канал, с вами Мегаколу, и перед тем, как начнется это видео, я хочу немного поподробнее рассказать об этом доме, потому что он реально, я не знаю, меня удивил, и я, наверное, не видел лучше мода на дом, то есть это просто самое охренительное, что вы можете найти на просторах Нексуса, если реально просто посмотреть, потому что я разбирался где-то около часа, наверное, и раскидывал все предметы, которые только возможны, тут есть буквально все, в трофейную мы спустимся попозже, то есть если посмотреть вообще, что тут имеется, то, во-первых, дом выглядит охренительно изнутри, во-вторых, тут имеется место для всего, типа, я могу включать-выключать огонь, почему рычагом, не знаю, но это не особо важно, тут имеются вот такие вот места для украшений, для какой-то херни, для камней, я не знаю, вряд ли мне это понадобится, потому что у меня, ну, все-таки, я обычно все это дело продаю, но, возможно, появится реально цель теперь все это дело собирать, тут имеются огромное количество каких-то сундуков, почему это все валяется на полу, непонятно, огромное количество сундуков и огромное количество места для абсолютно разных категорий предметов, которые я раньше либо выкидывал, либо продавал, либо складывал просто там в какую-то мусорку, потому что, ну, как бы они не нужны были мне, грубо говоря, то есть, если вот сейчас вот сюда посмотреть, то тут есть место для ядов отдельное, место для камней, место для ингредиентов и огромное количество книжных полок, вот если посмотреть, вот это все книги, которые у меня скопились за, соответственно, вот все дома, со всех домов я сюда все принес, это вот все книги, которые у нас есть и которые мы можем использовать, но это реально, это еще не самое офигительное место, потому что также здесь имеются реально крутая кухня, не думаю, что я прям часто буду сюда заходить, но, блин, ради атмосферы, мне кажется, пару раз будет статуи разнообразные, если подойти вот сюда, вот сюда, то тут есть фактически все, что мне нужно, если я захочу вот этой херней заниматься, а я захочу этой херней заниматься, просто, ну, захочу, потому что здесь имеются отдельные категории, причем, что мне нравится, они все связаны, то есть, все вот эти вот хранилища для зелий, для ядов, они все объединены, и если я в одно положил, то оно есть во всех, то есть, тут есть отдельная категория для отдельных зелий и отдельных ядов, это очень круто, для рецептов, для ингредиентов, которые тоже, да, как бы, ну, валяются здесь и валяются, на самом деле, после того, как я все сюда скинул, я освободил очень много места, отдельное место для, блин, этих, для книг, которые дают тебе магию, короче, для, вот это вот я не знаю, парагоны, я такую херню не встречал, наверное, еще, но, возможно, что-то будет, что-то прикольное, возможно, нет, отдельное, опять-таки, место для камней, золото, то есть, пентаграмм, и все это вот в одном месте, вот в таком вот, да, где есть и алхимическая лаборатория, и пентаграмма, и посхи зачаровать, это очень круто, что здесь это вообще забей, это, грубо говоря, просто трофейное, это место, о котором я просто мечтал, потому что, как вы можете помнить, зачастую, когда мы, ну, складывали какие-то, находили какие-то крутые артефакты, и у меня банально заканчивалось место там на стендах каких-нибудь, мне некоторые вещи приходилось скидывать в ящики, в сейфы, делать так, чтобы, короче, просто их там уже не было, и их не было видно, но зачастую вещи красивые, зачастую вещи стильные, там, я не знаю, например, вот даже доедрические предметы все, но они круто выглядят же, и тут есть место для каждого полезного, не полезного, для каждого важного предмета в игре, то есть, вот тут вот можно найти всякие такие не самые важные вещи, то есть, по сути, просто вот, какая-то ложка из грамора, сфера, сфера какая-то, этот, господи, серебряная, серебряная свеча, вот я положил сюда, это, та спелагия, это тут лежало уже, что я еще сюда клал, рог Юргена призывателя ветра, тарелка аретина, то есть, разные такие вещи, их можно сюда складывать, он черепа разноб... А, это... А, это, кстати, по идее, у меня тоже есть, но я хрен его знает где, это если я... Да, если я не ошибаюсь, мы, по-моему, находили три... Эм... Три черепа для... Да-да-да, три черепа, типа ключа, это когда мы маски добывали, по-моему, оно было... Вот, вот сюда пройти, тут есть место для... Я сейчас, наверное, по категориям давайте вот с этой стороны начнем. Тут, ну, просто оружие, как видите, у меня тут Драгонблейд, меч Харкона, и тут вот еще, вот каждая вот эта вот дощечка, это отдельный меч, ну, или топор, или кинжал, смотря что. Эм... Я находил по памяти, я выкупал у торговцев, некоторые вещи я возвращал командами, потому что не знал, где они находятся, но я это расположил здесь. Эм... Даэдрический вообще уголок, то есть, все, что тут есть, это все из даэдра. Тут единственное, чего это не хватает, это моего, этого, Бритва Мируниса, который у меня просто. Эээ, блин... Блава Молог Бала, Сияние Рассвета, Огма Инфиниум, эээ, Маска Клавикуса Вайла, Вабаджек, причем вот тут еще кольцо, два кольца, Кольцо Намир и Кольцо Хиркейна. Эээ, я одно кольцо уже просрал, грубо говоря, задание, которое в прошлой серии мы проигнорировали, оно, ну, как бы, как сказать, оно было все-таки на доэдра, и я его провалил просто потому, что это было глупо, типа, каннибалы, серьезно. Эээ, отдельное место для мечей, то есть, меч Мирака. Вот сюда должна быть пойти еще Роба Мирака, но я ее положил на манекен, потому что тогда тут странно выглядит манекен, только в перчатках и сапогах. Эээ, Найтингейл, это все-таки соловьи, тут лук соловьиный, меч соловьиный. Эээ, если еще сюда посмотреть, тут вообще ничего нет, мы не встречались с этими предметами. Это Вутрат, я не знаю, что это, и щит из Грамора. Эээ, здесь лук Ауреэля, тут должен быть щит Ауреэля, но это вот, когда-нибудь, может быть, я и найду. Здесь разнообразные сокровища, по типу Глаз Фалмера, здесь карта, это, Восточной Империи, здесь модель корабля, тут всякие разнообразные украшения, которые тоже можно собрать и сюда поставить, то есть, как бы, по сути, если я буду находить что-то крутое, я, видимо, буду собирать это и проверять, а могу ли я сюда это засунуть. Здесь когти, причем, да, здесь только когти, то есть, просто, видите, у меня даже половины, грубо говоря, нет, то есть, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть штук еще, они еще есть, где-то они находятся в Скайриме. Здесь маски, причем маски, как бы, как видите, не все, то есть, это маска Мирака, это маски, как бы, ну, из игры Жнецов, а вот это вот, я не знаю, что такие я еще не встречал. Здесь стрелы, стрелы и кинжалы, кинжалы ни один не положил, потому что просто, ну, у меня их нет, то есть, стрелы разные, то есть, например, фаломерские, а, ибонитовые стрелы, и вот тут ибонитовый клинок должен быть рядом. Это очень круто, это, я не знаю, это реально, это настолько офигительно, что пипец, я тут все это раскладывал, ну, реально, около часа, то есть, типа, он броня Цицерона у меня здесь, Мирака, над ним посох Мирака, этот самый безупречный, безукоризненный броня, двеймерская, блин, Архимаг, сет, разные луки, которые никуда не пригодились, типа, посох Магнуса, здесь броня, господи, теней, там, с, там, садово лу, это просто самый охрененный дом, который можно представить. Здесь еще шлемы, то есть, здесь, вот реально, если посмотреть, типа, шлем Стражника Винтерхолда, шлем Стражника Маркарта, и вот это вот, как я понимаю, идет от каждого города, я не знаю, как я это заполучу, но, реально, притаскивать я буду сюда практически все, что только возможно, это реально, это такое офигительное место, что я хочу здесь как-то вот расположиться так, чтобы тут было максимально удобно, то есть, все трофеи, которые я нахожу, я не знаю, артефакты, которыми я не собираюсь пользоваться, они однозначно идут вот именно вот куда-то в это место, в этот дом, и я буду их сюда складывать, и это будет мое точно основное место жительства на, на постоянно, я не найду в игре более крутого дома, просто потому что их нету, банально, ну просто банально нету, вот как-то, так, то есть, да, да, тут, тут даже, если не ошибаюсь, можно, видите, тут можно, блин, еду приготовить, то есть, как бы просто даже вот командой, это очень круто, это очень круто, а то, что на заднем дворе, ну, на заднем дворе все уже все видели, это очень круто, да, это, это безумно, безумно охренительно, что это есть, здесь, блин, можно, журналы, отдельно, дневники, отдельно, свитки, отдельно, записки, кстати, насчет свитков, я их не выкладывал, типа все свитки, нахер они мне нужны, записки разнообразные, ключи, ну, вот ключи я не складывал, потому что, как по мне, ключи, они не занимают места, и как бы зачастую просто, ну, возвращаться домой, типа, ради ключей каких-то, то есть, ну, это просто книги объединенные, но вот мне больше нравится, когда они вот так вот лежат, типа, ну, это реально, ну, это круто, то есть, типа, взятку, так, ну, почитаю что-нибудь отсюда, там, или почитаю что-нибудь отсюда, это очень круто, это город камни, два, две одинаковые книги, простите, или это одна книга, хрен его пойми, типа, можно там же еще потомом есть некоторые книги, можно собирать, единственное, еще вот мне обидно, что нет для древнего свитка дракона, потому что я его где-то, ну, он для квеста же нужен был, поэтому я его, типа, использовал, но это очень круто, это реально самый крутой дом, который только можно представить, ну, собственно, да, обоснуемся здесь навсегда, и буду тащить сюда практически просто все, ну, можете включать интро, понимаете, я запаривался все это раскладывать, просто дико, конечно, все эти торговцы, которые в итоге начинают выпрашивать, просто, я не знаю, в три драга, как я им продавал, ужас просто, просто ужас, и то они брали, это не за такую большую цену, я бы не сказал, что, прям, ужас какой, прям, я продал им, я не знаю, какой-то меч, там, за 3000 септимов, там 500, по-моему, максимум было, и то с натяжкой, да, но сюда надо тащить все, сюда надо просто тащить абсолютно все, что только можно будет найти, это, это очень, это очень круто, но как раз ночью, отлично, что ночью, не хочу капюшон надевать, задолбался, бегать под солнцем, неудобно, некомфортно, каннибалу эти еще, ааа, вспомнить бы, что, дракон, над моим домом живет дракон, ну в смысле, вы издеваетесь, я только приш, скотина, ты, злокрысы, ага, по-моему, я начинаю находить минусы этого, дома? Скотина, остановился, ты знаешь, чей это дом? Ой, а я забыл, что я, точно, я же, я же дебилоид, класс, ты знаешь, чей это дом, скотина, ты знаешь, чей это дом? Спустился сюда, сюда спустился, я сказал, что здесь у меня есть? Понятно, что вот это сейчас было такое? че ты скотина, твою мать, хер ли тебе там надо? Ага, нет, нет, я, я, нет, 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 я, я не согласен с, верни облик, у меня сейчас будут пытаться убить там все, там вампиров не очень не любят, на крышу приземлился, ты посмотри на него, только пришел в дом, только заселился, посмотрел, что там да как, ты смотри, урод какой, спустился, он прям в город сел, ну почти, ладно, не прям в город, там страшненько поумирают сейчас все, это вот, хватит, драконы запарили, почему, почему их так много теперь, после смерти Аудуина все, мы как бы, ну как бы, я не знаю, я не отстану тут, мне никогда, судя по всему, отомстить решили, за капитана своего, такое не поверишь, пока своими, в шоке просто, ну, ладно, ребята, давайте, я не планировал, на самом деле, к вам сюда идти, ну вот, в такое, вот да, ну ладно, ребята, давайте, давайте, я не планировал оставаться вайт ранее, это лучше точно, я понял, что, после того, как я увидел этот дом, я понял, что я просто обязан продолжить нахер путешествовать, заходить в разные, древние, не древние, в разные места, в общем-то, я не знаю, просто открываешь, берешь руки к карту, и просто любая пещера твоя, и действительно, так и надо, наверное, с такой логикой пойти, почему бы и нет, а где тени гриф, кстати, все, пропотерялся, ну, это, реальный вопрос, тени гриф, где он, я не знаю, что, куда он пропал, что-то происходит, нет, крик какие-то, а, вон он стоит, смотри, около дома, тени гриф, ты че, че ты забыл-то, у тебя, у тебя вон есть теперь домик, можно сказать, загонщик, ну, да, я понимаю, да, тени гриф, тени гриф и загонщик, это две разные вещи, поэтому, в принципе, не возникаю, абсолютно, не хочет, не хочет, да вы издеваетесь, господи, ребята, ну вы, ау, ау, вот вы меня один раз потеряли, вот вы не могли подумать, что я умер, например, ну, типа, а почему бы нет, понимаете, по-моему, меня дейдеры когда-то обманули, вот реально, в какой-то момент, по-моему, это был именно обман, потому что, когда я, твою мать, когда мне говорят, что этот клинок может, да, твою мать, напали, на без, это самое, безоружного, стражники, помогите, спасибо, стражники, люблю вас, потому что, когда мне говорят, что вот, смотри, этот клинок может, блин, убить, с одного удара, и, это произошло, один раз, из тысячи, наводит на мысль, что, по-моему, как-то не так это работает, да, с вас вообще ничего полезного, главное, нет, у них ни одного полезного предмета, который можно, вот теперь у меня будет всегда такая логика, ни одного полезного предмета, который можно расположить на, ни на каком пьедестальчике, пьедестальчике, обидно, так, тридцатый, юбилейный, здоровья хочу, хочу здоровья, и вот, все равно, несмотря на то, что у меня тут перемешаны, очень сильно, все деревья, я понятия не имею, что я хочу, просто понятия не имею, у меня все просто есть, очень сильно хочу скрытный 100, очень сильно хочу, прям безумно, было бы очень круто, но вот, видимо, пока что не судьба, легкая броня, ну, кстати, легкая броня, почему нет, стрельба, 97, 97 стрельба, одноручное оружие, 74, что там, всего атаки с двух рук, но если 50% больше урона, а почему бы и нет, у меня 6, у меня 6 способностей, вот эти, вот эти вот, вообще не имеют значения, потому что здесь, булава, здесь меч, а здесь, это, топоры, не то, не тем, не тем, не тем, не пользуюсь, всего атаки стоя, наносят 25% дополнительного урона, с некоторым шансом, стоя, почему нет, всего атаку, одноручным оружием, спринте, ну, вот, такое себе, 60% больше урона, 80% больше урона, подожди, слишком много, я уже сюда трачу, так, ну, луки у меня вообще, и вот я только твердую руки, но я не пользуюсь этим абсолютно, типа, я вот жду, вот, снайпера, но это 3 уровня еще, но вот это я прокачивать не хочу, потому что я этим не пользуюсь, легкая броня, вот, здравствуйте, но мне как бы и урон-то особо не наносят, да, наверное, запас силы восстанавливается на 500%, быстрее при ношении полного комплекта, а почему нет, да, почему нет, ну, со взломом тут все понятно, в общем-то, да, тут надо просто, два уровня, кстати, эксперт, ничего себе, карманными кражами, не пользуюсь карманными кражами, красноречие, вот, давай, цены при покупке, продавать любые предметы любым торговцам, полезная штука, зачастую я не могу этого делать, купить стражник, чтобы они не замечали преступления, угрозы, вот, вот это надо, угроза становится вдвое успешнее, попытки убеждения облегчаются, надо подкуп прокачать, цена-то выгоднее, это вообще забей, у меня с деньгами проблем нет, вот это вот надо, вот в эту вот ветку пройти, вот так вот сделаем, отлично, все, тенегриф, пойдем, стража рассвета, пожалуйста, отстаньте от меня, да, сейчас вы по делу приходите, вот, вот, единственное, с чем я не могу поспорить, вот абсолютно, по делу, по делу, да, вампир, есть грешок, но, блин, у меня выбора не было, третья стадия не лечится, а лучше уж я буду лордом, чем обычным каким-то, треллом, который вообще просто не, ну, я не знаю, ну, ничего не может, грубо говоря, вот, я не помню, я с, да, там, стражники, обычные треллы, их ненавидят в городах, вы издеваетесь, ты кто, ничего тебе надо от меня, поклонник Баэтии, какой достойный враг, враг, чувак, оберни, твою мать, я обожаю тени грива, он просто, он просто отвлекает, просто не дает, ничего сделать, не понял сейчас, испытание Баэтии, удивляете, испытание Баэтии, данная история не является выдумкой, пусть она послужит предупреждением, имеющие уши, да услышит имеющие сердца, допознают, имеющие сердца, допознают, в некоторый день, в некоторое время, верные собрались, чтобы провести должные ритуалы, в надежде удостоиться, шансах, хоть мельком, увидеть свою госпожу, день был выбран верно, призыв, совершен подобающе, продрав дымящийся прореху в завесе, она, собственно, непреложной персоной, явилась пред ними, во всем своем грозном величии, чернее безлунной ночи, был эбонит ее доспехов, жарче поверхности солнца, поменел ее клинок, и хоть предстала она в обличии данмерской королевы-вытельницы, она возвышалась над ними, как статуя, высеченная из самой красной горы, зачем вы побеспокоили меня, удивившись, первый из них взмолился, взмолился, оба эти госпожа, интриг, обманщица народов, королева теней, богини разрушения, мы пришли воздать тебе хвалу, она кинула взглядом своих последователей, собравшись, чтобы лицезреть ее, нахмурившись, она спросила первого, ты думаешь, будто познал меня, так скажи, откуда мне знать тебя, в испуге тот воскликнул, еженочно возношу, я тебе молитвы, еженочно провозглашаю твои дивные имена, ужели не признаешь ты звук моего голоса, самого преданного из своих последователей, она нахмурилась и спустила глубокий вздох, и внезапно тот исчез, обращенный в пыль, дуновением из ее легких, повернувшись к следующему, она спросила, а ты, как мне измерить ценность твоего существования, пораженной силой ее голоса, он склонился перед ее темным обличием, она хлопнула в ладони, и он исчез точно так же, к третьему, ответь же мне ты, как отличу тебя, как отличу тебя от них, от коих не осталось и следа, в немом страхе после гибели своих собратьев он прошептал, смилуйся над нами, она моргнула дважды, раз, и он скорчился в агонии, два, и его не стало, она кинула оставшихся из пепеляющим взглядом и молвила, от меня милости не ждите, и так остальных постигла та же судьба, она подвергала их испытанию, они его не выдерживали, когда она дошла до меня, ее очи плывали гневом, уста сочлись ненавистью, она промолвила, из всех моих почитателей остались лишь двое, скажи мне предпоследний, чем докажешь ты свое существование? Без промедления извлек я свой клинок, вонзил его в грудь того, кто стоял подле меня и ответил без страха, спроси того, чья кровь ныне стекает по моему клинку, действительно ли я существую? Она улыбнулась, и врата обливиона разверзлись между ее зубов, затем она сказала, ответь мне ныне, последний из моих почитателей, почему ты остался, когда других не стало? Я вынул свой клинок и протянув ей, сказал, я жив, потому что другой мертв, я существую, потому что имею к тому волю, и я останусь, пока остаются следы моих деяний, такие как кровь, капающая с этого клинка. Приняв мой дар, она кивнула и сказала, воистину, если при чтении ваша кровь вскипает и в голове бушует пожар, то знайте, что вас призывает Баэтия, мудри прислушивается к ее зову, найдите ее на горе, возвышающейся над Винхельмом, там будем ждать вас мы и ваше испытание. Баэтия, значит? Близс Винхельма, это... 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 это Близс Винхельма, ага. Что ж, вот и приключение. Нужно возвращаться просто к Вайтрану и к повозчику. Опять Деядра. Обожаю Деядры просто. Они мне, видимо, тоже. У нас какая-то связь определенная. Не знаю, как это работает, но... мы постоянно каким-то образом переплетаемся, я не знаю, как... Предыдущая Деядра мне... с которой я даже не поговорил, в итоге мне совершенно не понравилось. Потому что Деядра, которая поощряет каннибализм, это... ну, это совсем уже не по мне. Я не был готов жертвовать одного идиота для того, чтобы мне просто дали какой-то артефакт. Нет, спасибо. Надеюсь, Баэтия работает не так же. Ну, Баэтия имеет своих поклонников, сектанты это сектанты, это не... ничего... ничего такого, сектанты всегда существовали, и пусть они существуют, они психи. Но Баэтия в итоге опять-таки зависит от задания, которое она даст, потому что она может дать что-то серьезное, что-то несерьезное. Ты не отвезешь меня, да? А, ну отвезешь, пойдем. Виндхельм. Отлично. Вообще офигенно. Бали Свиндхельма. Часовня Баэтии. Я встречу там некроманта, я уверен. Это... Ой, 6 утра. Господи. Не очень комфортно. Для вампира, естественно. Так, это вообще тропинка вот слева направо можно. Отлично. Мне нравится около Виндхельма, тут заснеженное. Тут как бы заснеженное, но не так холодно. Вот это вот очень... очень приятно. Когда вот так вот вокруг все белое, снежное, красивое, и еще и не противно там находиться. Но с Олстеми было примерно то же самое, только там был не снег. Там просто земля такая. Фермы. Тьфу мать, ребята, у вас ферма, знаете, около чего находится вообще? Вообще, знаете, что за часовня у вас рядом? Вообще, представляете себе, кто у вас тут рядом живет? Не представляете, я уверен. Ну, Дибелла в свое время, она, если я не ошибаюсь, ой, подожди, Дибелла, какая Дибелла? Сияние рассвета, кто мне дал сияние рассвета? Ну-ка, подожди. Кто мне дал сияние рассвета? Я вспомню. Меридия мне дала сияние рассвета. У Меридии было очень адекватные пожелания. Вау! Разбойники, ребят, давайте, мне не дала сегодня. Так, а вот теперь вопрос, вполне логичный, как? Ммм, вы тоже разбойники? По ним похоже. Бандиты. Бляха, муха. Вы издеваетесь надо мной. Да я просто иду к Баэтии, ребята. Может, я религиозник? Ну, хотя вам насрать, да. Ладно, что ж, тогда вы умрете. Ну, отвлекись на меня, я бью тебе руками. И ты можешь отвлечься на меня, я тоже бью тебе руками. Идиоты. Лучник без какой-либо брони держится дольше, чем чувак со щитом. Это забавно. А, местные тоже вылезли, смотри. Какой сюрприз? Ты умер? Какой сюрприз? кто еще вылезет? Господи, Тенегриф просто готов разносить, смотри. Шоки. Тьфу мать, да, бритвами ру... Ой, ты что, живой? Так, там, там этот, да. Урод. Ты смотри, какие, а? То есть, я мимо них прохожу, я их не трогаю, думаю, ладно, хорошо. Проигнорирую. Не до них мне сегодня. А они вон тут, оказывается... Пообщаемся? Ничего не услышал, ты хочешь сказать? Глухой, что ли? Только встал, дебил. Сундук новичка. Карта сокровищ. Угу. Так, а вот ты мне свой железный кинжал отдай, я пока каждого вида кинжала не положу, не успокоюсь. Карта сокровищ. И вот, что бы это ни было, но хорошо, имею ввиду. Там, блин, петля этого сует-сидника какого-то, смотри. Клево. Будет найти ну, если я встречу. Главное не забыть, вот, да, вот я могу забыть, но надеюсь, что этого не случится. Так, ребята, стрелы у меня свои отдавайте, они мне нужны. Я в шоке просто, когда пытаешься быть добреньким, тебе говорят, ну, как бы, не, мы тебя это, мы тебя убить, убить попробуем. Мне кажется, эта карта вот к чему-то, вот типа сюда, наверное. Хотя, на самом деле, очень похоже на айсберге, которые находятся около Винтерхолда. Там тоже там, ну, и вот, да, это скорее всего где-то здесь. Потом. Потом, потом, потом. Я, я, я нахер по более важному делу сейчас справляюсь. Меня пока что Боэй тебя больше интересует, это все-таки Деэдра. Сокровища-то у меня вроде как много. Так, ну, она вот здесь вот прям, надо просто сейчас подняться, наверное. Тролль, отстань. Давай, просто пойдем своей дорогой, каждый. Не, самый, не отвлекайте меня. Слышу волков, но это нормально. Так, ага, и поклонники Боэтии. Поклонники Боэтии сейчас попробуют меня убить, потому что только, потому что я на них не похож. Ребята. Ребят. Я, это, я, 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 я тоже верю тут, да, мне, мне нравится эта Боэтия там, но они меня не трогают. Привет. Мы верные служители владыки Боэтии. Ты здесь, чтобы испытать себя? У меня не поведение. Во-первых, расскажи мне, кто такая Боэтия. Вот королева тени, мне нравится. богиня погибели, тот, кто уничтожает и та, кто стирает. У госпожи много звучных имен, но они нужны лишь нам, простым смертным. Можешь воспевать ее могущественные имена хоть до скончания века. Все без толку. Имена не значат ничего для госпожи. Она заботится лишь о тех, кто готов сам воззаботиться о себе, чей дух полон силы о жизни деяний. Мое сердце полно устремления, жизнь наполнена событиями. Если ты желаешь узреть нашу темную госпожу, вот что тебе надлежит сделать. Кого-нибудь убить? Во-первых, докажи, что твой язык способен лгать. Ох, твою мать. Завоюй его доверие. Приведи его в святилище. Затем скажи своему пленнику коснуться жертвенной колонны. Магия захватит его и лишит силы к сопротивлению. Затем, не колеблясь ни секунды, вонзи ему в сердце ритуальный клинок так глубоко, чтобы воды его сердца омыли лезвие. Если твоя воля будет достаточно сильна, Буэти услышит нас и явится перед нами. Не могу с тобой это сделать. Я не хочу такого делать. Тогда в тебе нет ни силы, ни уверенности. Ты ничтожество. Я могу... Ты у меня злодей. Никто не встанет на моем руке. Без проблем, чувак. А где конкретно ее часовня? Вот она, да? Ох! Зря я, может, это делаю. А ты попробуй. Нет, никак. Можно... Ну да, сейчас я, конечно, уже иду, да, разбойника сюда привезти, интересно. Но они все сгорели здесь, смотри. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Ну, я найду какого-нибудь инвалида, ладно, допустим. Хорошо. заново понял ладно я найду какого-нибудь заманить кого-нибудь в ловушку с этилища зашибись просто кого-нибудь это уже убийство не знаю кого у меня нету даже я не знаю кандидатов на такую роль наверное ну типа серьезно враги имеется ведут роль серьезно типа мне интересно я не хочу как бы обманом никак наверняка всю эту историю можно как как-нибудь обойти ну вот серьезно ну ну это бред все обязательно должен кого-то приводить чтобы он там ну хорошо вот винтхельм на кей хорошо кого-нибудь его разбойника взял но они же не поведутся типа я не хочу просто какого-то первого попавшегося мне человека вести и и разводить его мне нужен какой-то но просто все те кто там скажем заслуживает смерти грубо говоря разбойники там и тому подобное они ведь ну они в жизни ничему не подожди я знаю мне кажется меня дико бесит имперцы может имперцев твою мать машин перца найти какого-нибудь одного имперца привести это будет необычный человек я не буду никого тащить с фермы меня это не мне это ну как бы и не будут дебилом из-за этого но как вариант можно найти какого-нибудь имперцы который скажем а если животное некоторые животные блин намного милее чем люди просто мне вообще интересно я не знаю меня бесит этот культ они просто убивают людей они как бы буквально режут вот такие вот делают жертвоприношения только ради того что бы эти там я не знаю их похвалила о вот ты кто ты наверное какой-нибудь местный конюк да там там не голод чувак забей вот найти бы имперца или вот здесь кого-нибудь чё который меня кинул в солстейме а меня чувак один солстейме кинул он меня отвез слышь стражника взять кто ты был то лиргрейт не помни имени его даже уже уж он мертв возможно он мертв ты кто какой-нибудь кузнец на стражник эндхельма я не хочу стра тебе нельзя вот ты один вроде хочешь нанять лодку еще это я не понимаю заманить кого-нибудь как я должен сделать все даже разговорами не могу это сделать не могу их уговорить ребята если хочешь на борт поговорить с капитаном гиалонда вот он я он это был а как как простите я должен что сделать так заманить кого-нибудь класс 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 а кстати винхельме ой здрасте тихо 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 ребята тихо нас господи на солстейме в винхельме вот здесь когда я первый раз сюда пришел я очень клёвый такой акт расизма лицезрел вот возможно я найду местных нордов потому что они меня бесит дико потому что винхельмские норды они такие типа фу ты не норд умри мне это бесит я не понимаю как я должен это сделать как я должен кого заманить если ну я не могу просто опции диалога нет магии я должен что это сделать каким образом нет такой магии я владею ты владеешь фермой вы чем владеете ребята никогда особо не любил винхельм я бы и сейчас сражался с этими верцами измени моя команда сейчас полночка капитан корабля я плаваю на северном вере без понятия так ладно нет этих не трогаю придворный маг придворный маг имеет право на счету я не понимаю заманить кого-нибудь пожалуйста не беспокой мою жену все еще горюйте по той мадам который блин серийный убил сшибись заманить кого-нибудь когда я рублю дрова ты из тех которые орут скайрим для нордов нет скайрим велик места хватит всем вот и хорошо в этом городе и так хватает шовинистов что слепо верит ульфрику пойми меня правильно он сильный человек настоящий вождь и верен своим людям но если ты не норд то ульфрик никогда не станет доверять тебе удачи тебе в пути сестра есть есть такое есть да что-то я не понимаю что именно ты ну в общем говорят темное братство ладно не да так ну это довольно странно но хорошо что-нибудь короче я придумаю наверное т.р.т.т.т.т.т. т.р.t.т.t т.р.t.т.t Субтитры подогнал «Симон»